И по сравнению с ним, этот новый тип слэма, он очень такой осторожный, легко воспринимается. Лично мне он совершенно не интересен. Это что-то типа безалкогольной водки. Всем привет, с вами Финн МакКенти, вы смотрите канал Панк Рок МБА, и я приглашаю вас на очередную программу из серии «Что убило жанр?». Здесь я обычно рассказываю о тех жанрах, которые вдруг перестали быть популярными, и пытаюсь разобраться, почему это произошло. Однако сегодня все будет немного иначе, так как я собираюсь поговорить о жанре, который, в общем-то, никогда не был популярным. Он и сейчас не популярен. Это слэм. Если вы не в курсе, что это такое, сейчас объясню. Слэм — это когда группа звучит вот так. Или так. Слэм на самом деле сейчас популярен, как никогда, в том смысле, что у него есть своя конкретная идея на андеграундная тусовка. Но если говорить про все то, чем меня когда-то зацепил слэм прежде всего, то сегодня то, что многие называют слэмом, это какой-то такой очень чистый, совершенно беззубый, стерильный саунд, который больше смахивает на дэдкор или на дэдметал. Для меня это вообще не слэм. И да, я прекрасно понимаю, что сейчас я говорю как типичный слэм-хипстер, как такой настоящий эмо-чувачок из тех, кто обещает, что «My Chemical Romance» все испортили, что то, что вы сейчас, ребята, слушаете, это на самом деле не эмо. Видите, уж лучше слушайте какой-нибудь прогрессивный джаз или группу «Modern Baseball». Хочу отметить, что, к сожалению, в слэме немало всякого женоненавистнического дерьма. Но я все это дело решительно не поддерживаю. Так что, если вам станет интересно, почему я не назвал ту или иную группу, причина именно в этом. Можете считать меня борцом за социальную справедливость, но у меня такое мнение. Прежде чем мы окунемся в слэм, я сейчас быстренько започу сверху свой инстаграм, в котором за последнее время у меня чего только не было. Если вам понравится это видео, или понравились какие-то другие мои видео, можете кликать ссылку в описании. Ну и, наконец, я хочу поблагодарить Брэда Финчера из Development за то, что подбросил мне кое-какие идеи и проверил кое-какие факты. Итак, поехали. Часть первая. The Leech of Inveracity Riff. С того давнишнего момента, как я купил альбом Suicidal Tendencies, Light Camera Revolution, и открыл для себя металл и хардкор, я всегда искал что-нибудь более экстремальное, более быстрое, еще более тяжелое, более брутальное и более агрессивное. В общем, что угодно, лишь бы поэкстремальнее. Это все было в начале 90-х, когда, разумеется, не было еще никакого стриминга, и о новых группах мы узнавали путем проб и ошибок. Альбомы мы покупали чисто наугад, или потому что название группы мелькнуло в каком-то интервью, или потому что эту группу благодарили те, кто тебе уже понравился и чей альбом у тебя уже был, или имя группы было написано у кого-то на гитаре, или просто потому что название было прикольным, или обложка клевая. Именно так я открыл для себя целую кучу отличных команд, типа Sepultura, The Accused, Mobit Angel и так далее. Я обожал все эти группы, и до сих пор обожаю. Но только в 93-м или 94-м году, когда я приобрел пластинку группы Suffocation, альбом Effigy of the forgotten, я наконец услышал тот саунд, который уже звучал в моей голове, но который до того момента я пока что не слышал. Думаю, что выражу мнение многих, если скажу, что на том альбоме было одно особое место, которое изменило для меня буквально все. Это был риф из песни Legion of Inveracity. Ну чем не Слэм, верно? Как только я это услышал, меня сразу зацепило. Я хотел, чтобы так звучал весь альбом. Даже нет, не так. Хер там. Я хотел, чтобы весь жанр звучал так, как этот фрагмент. На самом деле, если бы меня попросили определить момент рождения Слэма, я бы сказал, что вот этот музыкальный фрагмент и есть рождение Слэма, потому что, думаю, тысячи людей по всей планете почувствовали в этот момент то же самое, что и я, и организовали свою собственную группу с такой концепцией, что все наши песни будут звучать, как вот та часть песни Suffocation. Поэтому я считаю, что эта часть является Адамом и Евой Слэма. Часть вторая. Точное определение Слэма. Прежде чем мы продолжим, позвольте мне прояснить один очень важный момент и объяснить, что лично я считаю стопроцентным Слэмом. Если вы вдруг со мной не согласны, это нормально. Как я уже сказал, я никому свое мнение не навязываю. Я просто хочу, чтобы все поняли, что я имею в виду, когда произношу слово Слэм в этом видео. Итак, определяющие моменты. Первое, разумеется, Слэм-рифы. Я имею в виду вот эти вот неторопливые, резкие, заглушенные ладонью мощные аккорды с большим количеством хроматизмов и флажолетов. Например, как здесь. Второе. Вокал. Вокалист обязан петь суперутробным, клокочущим гутуралом. Например, вот так. Никаких высоких нот, никакого рычания и, разумеется, никакого чистого вокала. Ну и говоря о голосе, я заодно озвучу еще несколько моментов, которых в Слэме, как я его определяю, быть не должно. Прежде всего, никаких сканк-битов. Никогда. Если вы не поняли, о чем я, то вот вам сканк-бит. Никаких соло, никакого свип-пикинга, никаких трэммел-рифов. Никогда. Для тех, кто не до конца понял, вот вам трэммел-риф. Если гитарист исполняет что-либо из вышеперечисленного, это просто дэд-метал, это не Слэм. И, конечно, никаких брейкдаунов. Поймите меня правильно, я обожаю брейкдауны, ничуть не меньше, чем любой другой. Может быть, даже больше, чем любой другой. Но брейкдауны, это не Слэм. Я также без ума от Ириана Гранда, но она тоже не Слэм. Ну и последнее требование, хотя и не очень строгое. Для меня Слэм характеризуется еще двумя моментами. Первое, качество записи, которое исходительно можно было бы назвать как сырое, хотя большинство просто скажет «ужасное качество». И, пожалуй, объективно оно действительно ужасное. Но я считаю, что для данного жанра оно до того ужасное, что просто прекрасное. Вот, например, послушайте, ну разве это не охерительно? Ну и последнее, но точно не менее важное, это резкий, пронзительный рабочий. Например. Опять-таки признаю, что это мое личное супер-супер специфическое определение жанра. Можете спокойно не соглашаться, но теперь, по крайней мере, все понимают, что я имею в виду, когда говорю Слэм в этом видео. Продолжим и поговорим о том, как все это получилось. Часть третья. Прото-Слэм, грубо говоря, с 91-го по 95-е годы. Как я уже говорил, хотя Suffocation определенно были самой известной группой, играющей в данном стиле в 90-е годы, они, конечно же, были не единственными. Прежде всего, на виду Suffocation было несколько групп Слонг-Айленда, которые исполняли нечто подобное. Мне очень нравился саунд нью-йоркских дэд-метал команд, потому что это был такой упругий саунд со слэмовским грувом, которого ни у кого не было, пока не появился настоящий трус-слэм. Я считаю, что самые интересные команды той сцены это Интернал Бледдинг, Иперексия, Если вы балдеете от такого саунда, то есть немало нью-йоркских дэд-метал прото-слэм команд тех времен, которые можно заценить. Skinless, Baphomet, Afterbirth и Dehumanized. Это только несколько из огромного количества отличных команд 90-х годов. Ну и, конечно, я просто обязан упомянуть Dime Fitness, у которых были настоящие слэм-рифы, типа из этого их демо 93-го года. Ну и, наконец, Disc Gorge из Сан-Диего, которые здорово опередили свое время. То есть, сами послушайте, и не забывайте, что это 92-й год, четверть века назад. Все эти команды начала, середины 90-х заигрывали со слэмом, у них периодически встречались слэм-рифы, но настоящий трус-слэм появился только в конце 90-х. Отсюда четвертая часть, рождение трус-слэма. Примерно с 96-го по 2000-й. По сути, по всей стране было разбросано несколько групп, у которых было такое же, как у меня, представление о правильном саунде. Так, секундочку, а что если будет группа, которая будет звучать исключительно как тот единственный риф в League of Inveracity? Только в отличие от меня, они оторвали задницу от дивана и организовали свою группу. Reputitations Long Island были первыми, кого я услышал из тех, кто играл чисто трус-слэм. Помню, что я раздобыл эту демо где-то году в 97-м на фестивале Dead Fest в Огайо. Там тогда выступали Internal Blading, и гитарист Крис порекомендовал мне эту запись. Я совершенно четко помню, как кто-то с таким сидым лок-айлендским акцентом мне говорит, «Братан, это пляжа, чайшая брутальщина». И так оно и было. Были также Deprecated и San Diego, у которых, может быть, и не было такого мощного гут-урала, но слэм-рифы были весьма достойные. И басиста Деррика Бойера вы, скорее всего, знаете. Деррик потом играл в Decrebit Burst, Deeds of Flash, в Suffocation и во многих других отличных командах. Deprecated была его первая группа. Когда они записали эту демо, ему было 17 или 18. Потрясающе, да? Ну и, наконец, последняя, но ничуть не менее важная группа, которая дала слэму путевку в жизнь, это Devourment. Если выбирать одну песню, как эталон всего современного слэма, то это песня Devourment Baby Killa с их альбома 138. Это был первый хитовый слэм-сингл. Я хочу сказать, что тема сразу запоминается. Разве нет? Может быть, эта песня не была такой брутальной, как Repudilation, которые были такими тяжелыми, что еще один шажок, и это был уже просто шум. Но потерю брутальности они компенсировали запоминающимися местами. Можно сказать, у них получалось что-то типа Hit Me Baby One More Time в стиле слэм. Слушаешь, и голова сама начинает качаться в такт, верно? Там даже есть что-то вроде припела, где можно разобрать несколько слов. Они собрали все элементы воедино и все красиво упаковали. На тот момент до них еще никто этого не делал. Они создали чертеж, по которому можно было делать слэм. Народ по всему миру это просек, плотину, что называется, прорвало, и начались то, что я называю «золотые годы слэма». И мы, соответственно, подошли к пятой части, «золотые годы» 2001 по где-то 2010. Я называю это «золотыми годами», потому что тогда, в середине 2000-х, у меня какое-то время было такое чувство, что я буквально каждую неделю открывал для себя новую чумовую группу. Я не могу назвать их все, так что, как я всегда говорю, не будьте парнем по кличке, ну а чё про эту не сказал, но самые приметные я озвучу. Прежде всего, есть целый выводок охерительных японских команд, типа Gore Event, Vomit Remnants, Rest in Gore, и мой личный абсолютный любимчик – Disconformity. В Европе также имеется несколько отличных команд. Некоторые из них я называть не стану, так как они чересчур уже ненавистнические. Но Defeated Sanity в качестве примера рекомендую заценить обязательно, особенно их альбом «Sounds of the Moribond» 2007 года. Это слэм премиум класса. Говоря о Европе, я просто обязан упомянуть эпикардиактами, которые стали центром внимания из-за своего выступления на «Mountains of the Feste». Если в каких-нибудь комментах про слэм вам встречался мем, а почему молота не видно, то это с того самого видео. Я вам советую посмотреть то видео целиком. Это просто полный восторг. Нечто, граничащее с искусством перформанса, который получился непреднамеренно. Также имеются в сети русские команды типа «Catalepsy» и «Abuminable Beauty Tridity». Так, теперь я быстро нажимаю на паузу, чтобы кое-что отметить отдельно. Как вы заметили, русские команды звучат гораздо чище, гораздо больше, как «Dead Metal», нежели чем остальные группы, которые я вам включал. Поэтому я их не так сильно люблю. Но что гораздо важнее, давайте-ка мы завяжем себе узелок на память, потому что через несколько минут я планирую вернуться к этому вопросу. Однако, по моему мнению, две команды выделяются как вишенка на торте, испеченном из слэма новой волны. Первая из них — это «Cephalo Trixie». В их альбом 2007 года я влюблен просто по уши. Я считаю, это очень интересный альбом, потому что он в кавычках «запредельно брутальный». Это нечто неописуемое. Ребята ушли в какую-то параллельную вселенную и играют некую авангардную музыку или что-то типа того. Если вы не слышали, то вот как это звучит. Так, секундочку, можно мы прервемся и поговорим об этом идеальном рабочем слэм-барабане группе «Cephalo Trixie». Я просто балдею от этого барабана. Ребята из «Toon Tracks», друзья мои, ради всего святого, сделайте отдельный слэм-комплект для своего «Superior Drummer». Там всего-то нужна одна бочка, вот этот вот рабочий, ну и может быть 7 или 8 чайников и бэллов. И вторая, это, по моему мнению, лучший релиз из всего слэма новой волны. Второй альбом — «Cerebral Incubation» 2012 года. Могу рассказать, чем он так хорош, и же просто включу фрагмент, и вам самим станет все понятно. По сути, это как бы из «Cephalo Trixie» на метамфетамине. Тот же самый полуразложившийся предельно утробный вокал, и, боже мой, какие там гитары. Спорю, что такой гитарный звук уже не перещеголяет никто. Это просто лязгающие кусеницы танка. Тен-тен-тен. Само совершенство. Соответственно, отсюда шестая часть. Почему слэм был таким интересным и неповторимым? Если вы смотрели интервью со старыми ранними блэк-металистами, вы, наверное, помните, как они говорили, что им наскучил дэд-метал, потому что он стал слишком техничным, излишне чисто записанным, потерял остроту и агрессию, которая у него когда-то была, и, соответственно, сырой грубый блэк-метал стал ответной реакцией на все это. Я небольшой поклонник Блэка. Мне нравятся многие современные дэд-метал-команды, которые не любят блэкушники, но я последних понимаю. В 90-е и 2000-е появилось огромное количество однотипных дэд-металлических групп. Все они были довольно скучными и, увы, не очень тяжелыми. Но вот что действительно надолго оттолкнуло меня от всего этого дэд-металлического жанра, так это тренд в сторону так называемого мелодичного дэд-метала, который начался в конце 90-х. Слишком уж чистый и совсем не страшный звук. Я вообще считаю, что сам термин «мелодичный дэд-метал» — это стопроцентный оксюморон. Выражение «мелодичный дэд-метал» в моем представлении равно выражению «безалкогольная водка». Это бессмыслица. Это вещи несочетаемые. В конечном итоге я увлекся слэмом ровно по той же причине, по которой другие ребята стали балдеть от раннего, от того раннего блэк-метала. Потому что тут был сырой, тошнотворный саунд, хардкоровская агрессия, и одновременно присутствовала чажесть и скорость дэд-метала. Лично для меня это было полное противоположное всей этой мелодичной дэд-метал-шняге, которая легко и приятно ложилась на ухо. Так что даже кто посылал дэд-метал нахер, и то стали его слушать. Например, все ребята, которые стали организовать 2000-е группы в стиле метал-кор, по сравнению с ним, и слэм звучал так, что его ненавидели даже металлисты. Чтобы почувствовать разницу, давайте сравним супер-супер чисто звучащее вот это с этим. Не знаю, может, я сейчас рассуждаю как хипстер, но, как я уже говорил в некоторых других своих видео, если в искусстве появляется какое-то новое направление, которое начинает активно ненавидеть и поливать грязью известные артисты, я всегда начинаю интересоваться этим новым. Потому что обычно это значит, что вот это новое, это что-то уникальное, интересное и инновационное. И спустя годы к нему будут относиться как к чему-то очень значительному. Но, как всегда, что ярче всего горит, то быстрее всего сгорает. Здесь произошло то же самое. Этот тошнотворный сырой слэм, который мне нравился, стал малораспространенным жанром, и начал превращаться во что-то более близкое к дэд-кору или брутальному дэд-металу. Отсюда седьмая часть. Разбавлялого. Несколько минут назад я говорил про русские группы, типа Catalipsy, которых называли слэм-группами. Но лично я считаю, что они были сделаны совсем из другого теста. Качество записи у них было заметно лучше, чище, чем у остальных представителей жанра. Барабаны были компьютерными, звучали как стандартные металлические барабаны. Вокал больше напоминал дэд-металлический или дэд-коровский гроулинг, нежели чем суперутробный, клокочущий, гудерал настоящих слэм-групп. Я заметил, что из всего слэм-жанра, именно такие команды стали пользоваться наибольшей популярностью. Особенно среди фанатов дэд-кора и метал-кора. И, конечно же, я прекрасно понимаю, почему. Потому что у этих групп не было двух вещей, на которые обычно жалуются те, кто слушают слэм. Плохой вокал и качество записи. И, по сути, эти группы особо не отличались от Carny Facts или White Shep'ов. Просто у них было меньше слэм-рифов и брейкдаунов. Однако после того, как Вейкенд и Кадавр выпустили свой клип, про который вы, конечно же, знаете, тот самый с придуманными смешными словами, этой группой заразились многие, наступил переломный момент, и слэм превратился во всевозможные коры. Вот этот клип. Фанатам хард-кора и дэд-кора все это понравилось, и я их прекрасно понимаю, хотя я считаю, что Вейкенд и Кадавр — это нечто совершенно кошмарное. Но там были все знакомые ингредиенты — инхейлы, трэмэл, рифы, брейкдауны, и, кроме того, надо признать, там встречались довольно симпатичные слэм-вставки. Там был даже смешной видеоклип, который можно было поделиться со своими друзьями-металистами на Майспейсе. И это было, в общем-то, зарождение такого слэм-коровского саб-жанра. Это главным образом, когда дэд-коровские команды добавляют в свою музыку слэм-рифы. Лучший пример — это, наверное, Инджестит. По мне, так все это слишком чисто. Сэм был вместо живого барабанщика, все по сетке, четкий отполированный саунд, дэд-коровский вокал, то есть все это гораздо ближе к типичному дэд-металу конца 90-х, начала 2000-х, который мне казался просто скучным. Группы, которые не пошли в сторону слэм-кора, двинулись по пути брутального дэд-метала со всеми этими не-слэмовскими причиндалами типа тремел-рифы, сканк-биты, ну и чтобы хоть чуть-чуть походить на слэм, добавлялась парочка слэм-рифов. Таких групп — сто пятьсот миллионов. Волва Дания очень известная, но по мне такой же лучший пример — это «Экстерминейшн Дисмэмбэмэмэмэнт». Если понравилось, то можете зайти на слэм World Wide Channel, там вы легко найдете еще пару сотен подобных команд. Всем этим группам респект и уважуха за то, что они неустанно продвигали этот жанр в течение многих лет. Слэм им обязан по гроб жизни. Но для меня подобный стиль чересчур уж выхолощенный и безжизненный, особенно если мы сравним его с «Серибрил инкубэйшн» или с ранним «Диваумэмэмэм». Есть грубая звериная агрессия на таком уровне, что кажется, еще чуть-чуть, и все просто взорвется. Уверен, что если вы засунете эти записи в что-нибудь типа «Про Тулс», то там вообще ничего в сетку не попадет, даже близко. Но в сравнении с этим новый тип слэма, он очень такой осторожный, легко воспринимается, лично мне он совершенно неинтересен, так же, как безалкогольная водка. Отсюда восьмая часть. «Наше время». Честно говоря, слэм сегодня популярен как никогда. Он просто трансформировался и стал другим. До того другим, что мне он стал просто неинтересен. И хотя официально слэм еще как бы жив, для меня он уже труп. По крайней мере, в творческом плане. Я, конечно, мог бы сейчас рассказать, что слэм прикончили все эти новые группы, которые стали делать все неправильно, но что раньше, тогда, когда я и бла-бла-бла-бла понеслось. Но если вы смотрели другие мои обзоры, вы знаете, что я это делать не буду. Я не такой. Я не из тех, кто ноет, что вот тогда, 10-15 лет назад все было круто, а сейчас все говно. Особенно потому, что я, наверное, как раз один из примерно пяти человек, кому действительно больше нравится тот старый слэм. Хотя и качество записи было полное отстой, и рабочий барабан звучал так, как будто это был сэмбл с альбома «Сейн Теньга». Так что вместо всего этого я попробовал взглянуть на предмет под другим углом. Вместо того, чтобы горевать по поводу того, что пришли новые группы и все изменили, я буду радоваться тому, что на слэм наконец-то обратили заслуженное внимание. Разумеется, он никогда не станет коммерческим жанром, но, несомненно, сегодня он гораздо популярнее, чем когда-либо. Я даже и не думал, что он станет настолько популярен. Так что я же лучше буду радоваться и балдеть от тех старых команд, которые первыми стали исполнять этот стиль, и признавать их огромный вклад в мир металла и хардкора, который они сделали в виде слэм-рифа. Потому что будем смотреть правде в глаза. Даже если это то единственное, что дал миру слэм, это очень немало, верно? Что может быть лучше хорошего слэм-рифа в этой жизни? Очень мало что. Ладно, ребята, на этом все. Я поделился своими мыслями по поводу того, что убило слэм, или, точнее говоря, по поводу того, как менялся этот жанр с течением времени. Потому что, как я уже сказал, сегодня он гораздо популярнее, чем когда-либо. Он просто трансформировался в нечто такое, что для меня уже не слэм. Впрочем, я уже начинаю ворчать как дедушка по поводу погоды. Так что я лучше заткнусь. Заткнусь и передам слово вам, ребята. Напишите мне все, что думаете в комментариях. Расскажите, чем, по-вашему, старый слэм отличается от нового? Подозреваю, что большинство из вас, вероятно, скажут, что старый слэм в плане звука это полное говно. Лишь, что я совсем чокнулся, если говорю, что мне он нравится больше. Впрочем, я не знаю, вы мне скажите. Хочу, чтобы вы просветили меня по поводу каких-нибудь чубовых современных групп, которые мне следует затенить. Или, может быть, есть какие-то свежие команды, которые выдают олдскульный слэм, и которые мне могут понравиться. В общем, дайте мне знать в комментах. И, как я уже говорил, если вам понравилось это видео, или какие-то другие мои видео, можете посетить мой инстаграм, ссылка в описании. Кроме того, я подготовил Spotify плейлист, ссылка также в описании. К сожалению, большинства команд Spotify нет, так что список довольно жиденький. Но я старался изо всех сил. На этом все, ребята, отключаюсь, увидимся в другой раз. Субтитры сделал DimaTorzok